Где найти силу, чтобы побороть слабость? Дать ответ на этот вопрос попытались актеры новосибирских театров. В мастерской Крикливого и Панькова представили спектакль «Несильный». На примере реальных людей, зрители и актеры вместе размышляли о смелости, боли и о том, как проявляет себя человек в непростой ситуации. Подробности у Анны Буяновой. Этот пакет разорвался, и золотая пудра засыпала истекающей кровью мое тело. Люди вокруг лечают. 19-летняя девушка по имени Фрида Кало попадает в аварию. Сломанный позвоночник, ключица и ребра. Порочень автобуса проколол живот. В больнице прикованная кровать и Фрида берет в руки кисти и начинает рисовать. Рассказывают историю известной мексиканской художницы и актриса театральной школы «Инклюзион» Ольга Стволова. В те времена я вообще не представляю, на каком уровне была медицина и как ей было больно. И она все это вынесла, написала в картине. Она ведь могла писать цветочки, котиков, но она почему-то захотела повешать зеркало и писать свои портреты и рассказывать о своей боли. Размышляют о жизни и ее трудностях актеры новосибирских театров в зале мастерской Крикливого и Панькова. Спектакль с символичным названием «Несильный» состоит в основном из монологов. Это биографии реальных людей. Актеры сопоставляют их с событиями своей жизни и вместе со зрителями пытаются ответить на вопрос о том, как найти в своей слабости силу. Вот Франц Кавка, допустим, человек слабый, пишет и говорит о себе, всегда писал и говорил, что он слабый, робкий, но тем не менее стал великим писателем и оказал огромное влияние на всю мировую литературу и культуру. Какой он, слабый или сильный? Еще одна история спектакля о жизни Ирены Сэндлер. Польская активистка во время Второй мировой войны спасла больше двух тысяч еврейских детей из Варшавского гетто. Смысл спектакля в том, что каждый из нас владеет достаточным количеством храбрости, любви, сопереживания. И как бы сделать так, чтобы верный механизм в себя включить в нужный момент. Следующий показ спектакля запланирован на 4-5 декабря. Анна Буянова и Данил Смирнов, Новосибирские новости.